Приметствую вас Ну, во-первых, человек действительно себя еще может проявить, действительно может себя еще показать. И человека действительно вы не знаете, человек действительно может обладать определенными сторонами, ну, негативными сторонами, которые вам могут не понравиться. И именно поэтому, и именно для этого, ну, как бы люди встречаются, люди узнают друг друга, проводят вместе время. И здесь, именно в этом вот моменте, ну, не совсем понятно выглядит ваша позиция такая, что жить начали на третий или четвертый день. То есть вы спешите. Зачем вы спешите, куда вы спешите, не очень понятно. Отсюда возникает вопрос, а не боитесь ли вы одиночество, не боитесь ли вы остаться одна. И, соответственно, если это действительно так, если вы действительно боитесь остаться одна, то это для вас существенная проблема, потому что нельзя вступать в отношения, испытывая страх и, в общем-то, как бы, ну, переживая, да, и будучи не свободной. Потому что страх, это то, что делает вас, значит, не самой собой, скажем так. Так, то есть, на мой взгляд, именно вот это, именно это, то, что вам нужно для себя в первую очередь выделить. Понимаете, да, о чем идет речь? Дальше, 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 значит, ну, это вот такой момент. Дальше, значит, если вы боитесь одиночества, то, соответственно, вы что-то не принимаете в себе. Ну, вот, скорее всего. Если вы что-то в себе не принимаете, значит, в другом человеке вы ищите то, что вам нужно. То есть, то, что вам не хватает в себе, вы ищите в другом. Ну, и, соответственно, в этом мужчине вы нашли то, что вам нужно, но еще далеко не факт, что он вам это даст, так как вы хотите это, во-первых. А, во-вторых, он ведь может это и перестанет давать. То есть, сейчас он, сейчас он вам это дает, например, а потом перестанет это давать. И, получается, так, что вы будете зависимы от него, понимаете? Ну, опять, зависимы будете от него. То есть, как вы будете зависимы от предыдущего мужчины, как я понял. Так вы будете зависимы и от этого. А зависимы от этого быть очень вредно, тяжело и плохо для вас. Поэтому, сейчас ваши страхи понятны. Вы боитесь, что, как бы, может что-то не сложить. Потому что, человек его не знает. И это нормально. Вы не можете его знать. Потому что, ну, вы познакомились только вот недавно совсем. И, естественно, что, не зная его, сложно, сложно, не зная его, делать какие-то прогнозы, какие-то выводы, да, и так далее. Но, тем не менее, именно для того, чтобы прогнозов и выводов не делать, именно вот для того, чтобы, именно для того, чтобы не оставить свою жизнь в зависимости от случая, вам и нужно как раз таки, значит, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вам и нужно как раз что делать? Главное, отдалиться немножко, посмотреть, не торопиться, присмотреться к нему, какой он, на что вы вообще, там, можете рассчитывать, ну, с ним, и так далее. То есть это, вот, в принципе, вполне такие, ну, вполне нормальные, актуальные, такие вот требования, вполне нормальные, как бы, триггеры поведения. То есть здесь я хочу, чтобы вы подумали, как следует, о том, почему вы торопитесь, зачем вы торопитесь. Если вы сможете для себя понять, если вы сможете для себя определить, значит, почему вы торопитесь, то вам будет проще. Именно ваша тревожность, которую вы испытываете, связана напрямую с тем, что вы спешите. То есть вы спешите, потому что вам что-то нужно. Вы приводитесь, потому что, ну, потому что боитесь потерять то, что вам нужно. Вот. А боитесь потерять то, что вам нужно, почему? Опять же, почему боитесь потерять то, что нужно? Потому что без этого вам будет плохо. Ну и вот, вот-вот. Вот и не нужно ставить себя в зависимость от другого человека настолько сильно. Это по поводу того, что у вас сейчас. Далее. Я ушла от старых отношений и не вспоминала их вообще два месяца. Ну во-первых, почему два месяца вы не вспоминали их? То есть почему ушли вообще? Ну типа, или чего? Какая была причина того, что вы ушли? То есть там вам что? Что-то не нравилось? Или были еще какие-то трения между вами? А, ведь, ведь, ну, ведь, вы же ушли. Почему-то. Значит, медвами было не все гладко. Вот. Можно понять, почему. Почему медвами было не все гладко. Какие проблемы заставили вас уйти? Далее. Значит, два месяца, два месяца, это очень маленький срок. Если честно, то это вообще никакой, никакой срок. По-хорошему нужно полгода побыть одной вам. По-хорошему нужно где-то в районе полугода проанализировать, побыть наедине с собой, подумать, пропустить через себя все переживания, которые у вас были из-за предыдущего молодого человека. Вот. И, собственно, уже как бы завершив отношения с ним, значит, ну, начинать уже новый. Вот. Но новый начинать тоже нужно, как я уже сказал, на 2-5, а вы торопитесь. Вот. Значит, если ваш бывший молодой человек запах раздражает вас, именно из-за раздражения, значит, факт наличия раздражения говорит о том, что вы к нему все равно еще не равнодушны. То есть, да, раздражение – это негативные эмоции. Да, раздражение – это эмоция с однаком минусом. Это понятно. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, это тоже эмоция. И будучи эмоцией, будучи эмоцией, она ничем не отличается от положительной эмоции. То есть, положительная эмоция и отрицательная эмоция – это по большому счету одно и тоже, только там разница в, ну, в полюсе, в заряде, да, в заряду. Вот. 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 И получается, что вы к нему неравнодушны еще. То есть, да, вы не можете на него смотреть, да, запах к нему раздражает, но, тем не менее, почему он раздражает? Ведь не все равно вам. Он не безразличен, а именно раздражает. Значит, что? У этого есть причины. Какие? Почему раздражает? Чем раздражает? Из-за чего раздражает? Вот. И, естественно, что вы хотите убежать. Естественно, что вы хотите убежать. Вы хотите убежать от этого. От его, может быть, от его запаха, может быть, к другому молодому человеку, который на фоне этого, кажется, вам может быть, может быть, лучше, но именно только на фоне. Вот. То есть, это вот нужно понимать, что на фоне и каждый индивидуально, да, это разные вещи. Потому что на фоне это всегда лучше, чем кто-то, то есть идет сравнение, а индивидуально это просто он такой и он другой. Ну и задайте себе вопрос, а этот мужчина, он достоин того, чтобы вы его сравнивали, ну, с кем-то? Он достоин того, чтобы вы его сравняли до другого? Он достоин того, чтобы постоянно, как бы, бороться, ну, это я так, условно говорю, бороться за право быть с вами, например. Вот. Достоин ли он этого? Подумайте, пожалуйста. И вот, ответив на все эти вопросы и подумав в этом направлении, я надеюсь, что вы и получите то самое скорректированное мнение, за которое вы и пришли на наш ресурс. Вот. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.